Всем привет! Компания МЗАП. Прибыл к нам Sportage третьего поколения со стуком в двигателе. Год 2014, пробег 113 тысяч. Двигатель G4NA. Мы можем сейчас запустить, послушать его. С капота. Некоторые эти двигатели отхаживают 200 тысяч и только потом начинают выходить из строя. Но у этого автомобиля произошло на 112 тысяч в мороз. Я думаю, вам слышно, стучит поршневая. Было предложено клиенту, чтобы он точно был уверен, что это именно задирует цилиндров, стучит поршневая группа, сделать эндоскопию. Но он положился на нас и просто нам поверил, что по нашему опыту мы точно можем по ступку понять, что это у нас стучит поршневая группа. Ну, я думаю, что все слышно. Будем разбирать, дефектовать. Сейчас мы проведем сравнение двух одинаковых двигателей. Вот этот двигатель от Sportage, запчасти от него. А вот это с двигателя AX35. Sportage приехал вчера, а AX днем ранее. И мы решили запилить видосик. Просто сравнить состояние двигателей разных пробегов. Так, на этом 100 тысяч пробег. Ну, как бы выглядит он так. Все хорошо, вроде как нормально. Ну, задирки есть небольшие. Смотри, здесь уже стиль такая, да? По виду, по состоянию, по цвету. Это все будет работать, да. Но, надо будет отполировать так же, как мы сделали вот здесь уже. На двигателе AX он выглядит намного живее, хотя он намного грязней. Вот это все сажа. Так, что у нас по поршне? Какое у нас на AX? Какое напомню? 150 тысяч. То есть 150, а грязь 100, да? Да, и состояние двигателя, который на AX, намного лучше, чем на Sportage, у которого пробег 100 тысяч. Так, смотрим по поршням. Вот, 150 тысяч пробег. Как бы износа так особо нету. Но все равно мы будем гильзовать и собирать новый двигатель. Второй. Ну, видно, что залегли маслосъемные кольца. И, скорее всего... Горело все с маслом. Перегретый был. Подогрей покажу. Потому что конкретное отложение. 150 тысяч. Вот. Берем. Со Sportage 100 тысяч. Тут вообще нету. У нас уже юбка, помню. Все, это все оброскость. Вот такой вот у нас износ. И у нас этот износ на... Все поршня. Все поршня все. Да, достаточно жестко здесь. Хотя кольца. Не, ну и кольца тоже забегли. Слушай, а колено, смотри, какое, да? Колено, да. Не делали еще, и оно смотри какое. Да, его не трогали, только отполировали вот, как предвалы. Вот такое колено. А это колено? А это колено уже видно все равно, есть небольшие цепочки. А где он по азору, а где он износ? Как бы износ виден. Ну, вот такие пробеги, вот такие вот износы у нас. Да, ну это свидетельствует о том, скорее всего, что на треть двигатель, проехавший, больше. А состояние у него намного лучше. Бывают люди ездят с этим стучащими поршнями, там, допустим, год-два. Но, чем больше вы затягиваете с ремонтом вот этого двигателя, тем больше вам встанет в копейку ремонт. Ну да, вы тягиваете с собой, в общем-то, начало споршнее идет, и потом вот это все осыпается у нас, сами понимаете. Да, только услышали стук, лучше не откладывать и сразу приезжать на ремонт. Вы сэкономите много денег. Ну да, и самое дорогое, наверное, все-таки в ремонте и под очистками фокалинической воды. Да, он стоит в районе 60 тысяч рублей. Но если, просто, почему нужно сразу приехать? Когда вот такой вот износ на поршнях происходит, это все осыпается в поддон, маслонасос начинает, соответственно, гнать в маслоканалы. Вот эту всю пудру, и, соответственно, выводить из строя гидрокомпенсаторы. Каленвал, распредвалы, ванусы дорогие тоже. Допустим, если вот здесь у нас будут очень большие задиры, но вот этот человек приехал как бы вовремя. Если вот здесь и будут... Конечно, да, отполируем и поставим, будет все входить. Но когда вот здесь большие задиры, то постель отдельно не меняется, и вам придется купить новую ГБЦ. Потому что отдельно постели не идут. Да, на сути, а ГБЦ стоит просто вагон везет. Да. И оригинальная очень дорогая. А Китай ставить, ну, она тоже там стоит сколько-то. Оригинальная Китай дорога, а Китай, который делает там ночную смену, это такой себе ход мешки. Да, и сколько отходит эта ГБЦ, одному богу известно. Все, давай, может, пройдем, посмотрим, что по блоку у нас еще. Да, сейчас пойдем глянем. Темыч, привет, еще раз. Что у нас с промером блока? Ну, две соточки, это все есть, что-то? Угу. Вот так вот. Две с половиной. Первая, наверное, наша, это двухлитровый двигатель, именно первая, обычная. Тут есть уже одна соточка, в принципе, в допуске. Сотка? Полторы? Две. Полторы, да. Ну, гиризовать его по-любому, да, а тут другого выхода нету. Угу. Растачивать его тоже нет смысла. Так как, я рассказывал уже, они даже эти родные гильзы, они залиты не ровно. Они вот залиты могут быть вот так, а проточные потом ровно. И поэтому с одной стороны там этого чугуна совсем мало, а с другой стороны там будет больше. Когда ты точишь ровно, ну где-то алюминий скрывает, а где-то еще чугун остается. Вот. А база у нас вот одна, как бы, ровная. Ну да, нет, ты выставляешь по плоскости вот этой. Ну, относительно этой базы, да, конечно, если база закрывает, и там вот, то они бывают, там ни один не вскрылся, а бывает там один вскрылся, другие не вскрылись, бывает все четыре вскрылись. Там тоже откроется, от кого зависит. Так, а гильзы, какие вы гильзы будешь гильзовать? У нас старый запас остался, чисто Hyundai, Kia, напрямую привезли, скорее гильзы. Это же шильдер, киев, 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 киев. Так что не китай. Хоть движок делается в Китае, если вы не знаете, он все G-серии производится в Китае, делают в Китае. Многие гильзы у нас гильзы, которые старинуют. Да, все работает. Есть, это вроде как есть. Ну и под гильзом, что у нас получается по этому мотору-то? В целом, тут даже нет смысла, да, особого заморачиваться с промерами и все. Других вариантов нет, мы просто вырезаем. Тут все задержано. Посмотрите, так видно. Ну ничего нового абсолютно. Все, стандартно. Все, ну да, тут жесть, конечно. Так, ну и все, в принципе, тогда мы сейчас гильзуем и потом приступаем к сборке. Такие задержки, даже, короче, мне кажется, если захочешь расточить, не выйдет и под 0,5. Ну, глубокие такие царапки. 0,5 это максимальный, да, размер? Ну, продается на них только 0,5 размер. И 0,25 им не найти. Ну, и 0,75 нет, допустим. Ну, опять, и ты расточил, и у тебя, короче, там фольга осталась. Ну, все, это, короче, ненадолго. Это на продажу, конечно, не для себя. На тебя прям соврал, чем-то еще туда. А если здесь я делаю, надо загильзовать, я считаю. Ну, все, тогда гильзуем, мы пойдем дефектовать остальные детали двигателя. Ремонт идет полным ходом. При капитальном ремонте двигателя, который здесь устанавливается, здесь был прожиг катализатора. Прям такое вот отверстие, там видео присутствует. Чтобы у двигателя был какой-то подпор, мы устанавливаем ремонтный блок катализатора металлический. Прошивка будет меняться на Евро-2. Наш электрик будет прошивать. Ну, как бы сейчас обвариваем, все красиво делаем, собираем и устанавливаем его на двигатель. После чего устанавливаем его в автомобиль. Двигатель установлен. Сейчас будем запускать и слушать, как он работает. Как видим, запуск прошел успешно. Работы выполнены в полном объеме. Приезжайте на ремонт. Я, Артем, откапиталил любой ваш двигатель. Ловим? Так, что у нас здесь? О, как обычно. G4 KD двухлитровый. Слышим стуки в двигателе. Снова мотор. Снова мотор. Предположительно, то же самое, что и вот на этом автомобиле. Стучат поршня. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok